Доброго времени суток всем еще раз, дорогие друзья, с вами по-прежнему GoodHunt, это студия StarLadderTV, мы продолжаем Дота 2 Азия Чемпионшип, Virtus.pro Polar против обычных мишек Virtus.pro, вторая катка, VP Polar впереди, и им остается выиграть один матч, чтобы шагнуть вперед и встретиться со своими следующими оппонентами, что ж, Virtus.pro Polar, процент винрейта 53,6, 125 матчей сыграны, самый пиковый герой это пак, 42 раза появлялся в пике, и винрейт его составляет 45%, не так много, зато винрейт с вингой очень хороший, 71%, это очень даже неплохо, и следом идет сварка, 69,6%, ну а вот Virtus.pro дела чуть хуже, 46,7% винрейт, состав в наших экранах, топовый винрейт у них с Патмой, 59,5%, то Жотом на Тигре, обычно, следом идет аппарат, 53,8%, ну и у Тейдхантера 51,3%, фурион отрицательный винрейт, 44%, 42% у Скаймага. Ну а теперь, наверное, можно посмотреть пики и баны Virtus.pro Polar, забирают себе виспа, пака, визажа, неужто появится сейчас Тракса, которая по-прежнему не в бане? Virtus.pro забрали себе Леона, Престалбека, Дазла, в бан отправился Сларк, который, кстати, у Поларов очень популярен и имеет большой винрейт. Также тут отправилась Медуза, Дум и Брюмастер. Полярные же мишки избавились от Ликантропа, Винги, Кентавра и Акса. Интересный, кстати, бан Акса и Кентавра. Излюбленные герои Фобоса отправляются в бан. Зато появляется Найт Сталкер, который, кстати, как у Флейнер, тоже неплох. Пять секундов остается. Ну, смотреть дот какую-то святую. Что ж, 40 секунд, Virtus.pro. Снова Брюмастер, снова кучиха для Седого. В прошлой игре Седой великолепно отстоял оффлейн, вынес довольно-таки ранние и нужные артефакты, но это чуть-чуть не помогло, наверное, потому что Иллидан на Медузе не простил. Четыре рапиры было суммарно куплено Иллиданом. Минус Мипо от Virtus.pro.polar. Последний бан от ВП. Если Пак идет на оффлейн, то Найт Сталкер, скорее всего, омид. Если Найт Сталкер идет на оффлейн, то Пак отправится в мид. Вряд ли это Изилейн фарм Найт Сталкер, потому что как суперкерри-герой он не особо сильно смотрится. Поэтому я думаю, что все же это либо мидер, либо оффлейнер. Минус Слардар. Это было бы чересчур агрессивно, на самом деле, если бы появился Слардар ласт пиком для полуэров, и игра была бы сосредоточена на самое начало. То есть буквально минуты до сороковой должно было бы все решиться. Бристлбэк, Дазл, Брудмазер, Леон. Ну, Бристлбэк здесь трудноубиваемый будет. Все-таки под Дазлом, под большим количеством контроля. Плюс армор от Дазлюхи. Игра его под хилл. Ну что, появится тракса. Просто траксу, Найт Сталкер и в мид, фармить триплой и пока ноуфлейнер. Посмотрим, что на этот счет думает ФНГ. 10 секунд, хайменнин. Тайни появляется под виспам. Все же, либо мидер, либо керри. Мне он больше импонирует, как керри. Тинни, которому никто не мешает. Он вывозит быстрый аганим. Скорость фарма увеличивается очень сильно за счет лесов и стаков эншентов. И уже после этого, набирая массу в виде манта стайлов, там барабанов и прочего, сносит. ТВА и так далее. Опять же, дикий сплэш. Пучки Брутмазлера, если будут замечены, будут мгновенно изничтожены. Любят Virtus.pro Polar Vespa. Активно его используют. First Beacom заехал. Ну и чем ответят обычные медведи? Медведи, медведи. Десять секунд. Это тролль Варл. Варл. Агрессивный очень получился у Virtus.pro. Троллились в качестве керри. Хотя нет. Тролли, скорее всего, в качестве мидера. И Bristol Beac, наверное, будет керри героем, а Бруда отправится на оффлейн. Ну, сейчас посмотрим, кто прыгнет на тролля. Скорее всего, это должен быть год. Тут-ту-ту-ту. Тут-ту-ту-ту-ту. Фенга, Висп. Лил. Визает, что сейчас мы по героям пройдемся уже после того, как стартанет каточка. Прохладненько у нас, прохладненько. Несмотря на то, что на улице вроде как потеплело. У нас ивент холодрыжества тут. Ну да, действительно, год прыгает на тролляку. Справится на оффлейн, ждем дазла. Ну и что ж, кто на ком и кто куда. Виртус Про. Жотм, Дазл, БЗЗ, Бристалбэк. Год, Тролль, Варвард. Седой, Брутмазер. Йол, Леон. Команда Виртус Про Полар. Фенге, Висп или Дан. Тинни, Мак будет играть на Найт Сталкере. Фобос, Пак. Лил, Харди. Визаж. 1-0. В пользу Виртус Про Полар. ФХФЛ и Глубы Баш. Да. Говорит, Йол. На боттами. Руна Баунти должна доставаться обычным ВП. На топе же, я думаю, Тинни с Виспом попытаются как-то ее забрать. Она ну очень нужна ФНГ, чтобы побыстрее появился боттл. Ну, Седой, я думаю, попытается здесь за нее пободаться. 30 секунд в боттл. Да. Зали. Дизолятор. 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 Иллидан. Подходит к контролю Баунти Руны. Ну, я говорю, лучше отдать, конечно, Виспу, но посмотрим. Все-таки боттл появится побыстрее, Иллидан свое выформит. Появляется Баунти Руну, да, отдают ФНГ. На боттме же ее забирает Троль Варвард. Опять мидлер с небольшим преимуществом в полуровне. У Виртус Про. Посмотрим. Фобос на паке. Должен чувствовать себя против Троляки. Неплохо держать Рэнджу, арбами будет попадать, все будет нормально. Ну и Жотом отправляется, я так понимаю, к Бруде. Понимая, что... Хотя, Мага, наверное, можно много погонять. Ёл тут сразу получил пару тычек от крипов. За счет того, что Мага вот цепанул Буэдом. Не получилось глаз хитить. Ну и у нас в случае Найт Сталкеру очень нужен экспиринс. Понимая уровень, если его здесь не будут выгонять за вышку, он будет чувствовать себя просто великолепно. Пошел под коп. Нахарасили здесь Мага. Ну, Мага в этом случае есть. Ласточка. Пинает Йола. А у Йолы один тангуз. Отжираться-то особо нечем. Я думаю, БЗЗ неохотно будет отдавать ему все, что можно. Фобос. Получил топорики. Танкует пока на все крипов. Сейчас затащил под вышку. Потруднее будет залаткидить. Ну, где весь экшен должен быть? Здесь. Или Дан против Бруды. Атака с руки 70. Висп. Пытается подформить стаки. Ему очень срочно нужно вывести отсюда боттл. Ну, а Маг стоит на экспиринсе. Да, возможно, будет мало ластхитов. Но, в любом случае, он получит тут какой-то пятый, седьмой уровень. Ему нужен очень сильно войд прокачанный, с которым уже можно наводить шорох на карте. Того же Даззл с 400 хп. Не особо трудно забрать. Ну, а Кода здесь пытается подщемить. Отпивается флаской. Здесь же Даззл. Контроль руны. Это Баунти. А вот у меня появляется руна Иллюзий. Вот, забирает. Тоже вторая Баунти руна для него. За две минуты. А руна Иллюзий забирает Йол. Сапог появляется у Мага. Тини. Подсыпал тут по бурде. И вот он Висп. Висп все еще без боттла. Пару крепочков не хватает. Ну, что тут? 11-6 по крепам на данный момент у БЗЗ. Снова впереди. Ну, Бристалбек в качестве мейнкерри очень сильный герой. Особенно до какой-то стадии. Допустим, до 40 плюс минут, когда особых артефактов, огромных наносящих дэмэдж нет. Бристалбек много вытанковывает и много наносит. За счет его спрея. И за счет того, что его трудно по спине быстро зафокусить. Он может делать много грязи. Ужим тач. Ну, что, Эллидан. У Эллидана есть откушаться чем. ФНГ. 700 на руках. У Седого здесь вообще все великолепно. 12 на 2. Столько же крипов, сколько у Эллидана. В медле, понятное дело, что Кот должен выигрывать по экспириенсу. Он же почти пятого уровня с учетом заварных двух баунти-рун. Плюс здесь дабла против него стоит, который его пытается прогонять. Но не особо он ощущает Лила. И Кот здесь себя чувствует великолепно. Получает арбу. Он здесь обузит Ботл. Поэтому у него все очень неплохо. Седой. Уже несет себе рецепт на Сауринг. Эт Сталкер сместился в лес. С топориком. Фармить галебничков. Третий уровень есть. Жотм. Очевидная балкеруна. Жотм забирает. Пошел слоу. Здесь же бежит Мак. Грейвуд нет. Есть Дивижн. Раскастает, скорее всего ФБ. Жотм просто сделает Тип-аут. Лол. Это такая рвань. Почему они не пошли до конца? Почему Лил постеснялся зайти на хайграунд? Он очень сильно потерялся. И Жотм просто сделал Тип-аут. Не дотягивался вайдом там баг. Совсем чуть ему рейнджа не хватало. Еще бы буквально чуть-чуть. Это был бы ФБ на Дазли. Что очень-очень помогло бы здесь магу встать на ноги в начальной стадии игры. Забрать ферст бат. Найт сталкером. Это большой бонус. Что ФНГ? ФНГ есть боттлы? Потом отопьется сейчас. Да, отопьется. Фулл-хп. Мальдана снова фуллманом. 35 крипов. Топ-1 крипстатс на карте. Ну, а Фобос здесь боттл. Ну, у талисман. ПТ появляется у Тини. Решил без аркана обойтись. Подзакопал тут немного. Ну, а Висп отправляется на базу. Вместе с своим боттлом. ТП себе уже купил, чтобы побыстрее вернуться. Фобос. Четвертый уровень. Загнабить кота здесь медли не получилось. Определенно 25 крипов. При том, что 19 здесь у Фобоса. Еще непонятно, кто кого пригнобил. Ну, и БЗЗ. 35 на 21. Очень много денаев. ПТ. Щиток. 800 на руках. Наверное, тоже какой-то Кримсон Гвард ломанется. Здесь же маг. Нашли мага. Ну, и сделать здесь уже ничего не получится. Ганг раскусили на ранней стадии, скажем так. Поэтому маг здесь особо ничего не сделает. Разве что начинать пушить. Но, я думаю, в этом особого смысла нет. Фоба, пятый уровень. Скоро появится. А, какой скоро? Уже есть батл транс утра. Тролль. Вот-вот получит сейчас седьмой левел. Раскутил топорики. Пошел флоу на годы. Ну, и что дальше? Урона ему с руки особо много не наносят. Маг просветки. Ну, в общем, конечно, хотел очень убить Бруду. Но не пошло. Приходит на Экспинг. Здесь ПЗЗ, который должен сейчас выгонять. Мага за тавр. Маг грамотно делает. Кидает войд на крипа, чтобы забрать их на себя, чтобы они не пушили вышку. И под Т2 уже попытаться сколько сможешь на ласт хитить. В любом случае, пятый уровень он сейчас получит. Что для него очень даже хорошо. ФНГ. Отпевает здесь очистки Лиданар. Фобос. Скоро, что уровень. Тем временем тролль здесь раскачивается очень-очень сильно. Вилл Экспы наворовал тьму. Сейчас четвертый получит уже визаж. Но стоит ли оно того, что пак очень-очень беден по экспириенсу. По ласт хитам тоже уступает троллю довольно-таки сильно. Визаж 0.4. 4 дыная. То есть фарма никакого визажа здесь не вынес. Понятное дело, что с появлением фамильяров он что-то начнет получать на карте. Ну вот, поэтому, наверное, пытаются максимально быстро шестой уровень дать. Вот здесь бруда. Скоро шестой, 1100 на руках. Сидуя опять, я так понимаю, пойдет в Мидос и орчит. Начинаются на стаки. Здесь уже довольно-таки много хрипов. Это все ясное дело для Тинни. Тинни, правда, тарит себе барабаны, я так понимаю. Да, уже летят к нему. Пошел сначала через статы, не в супер-фаст аганим. Ну что, маг шестого уровня. Есть искусственная ночь, есть просветка, сапог. Пока больше ничего. Немного вынес с оффлейном. 18 скрипов всего добил. Приучить в том, что там половина лесных. На топе. Стычка. Подкопали седого. Подкинули. Ну и на этом все. Вовремя здесь оказался Жотом, который подхилил бруду. Маг. Пойдет ли в спину. Ну, курьера у него, наверное, забрать здесь не получится. Курьер покупает виталити-бустер. Это для БЗЗ. Ну и у БЗЗ уже будет вангвард. Ну что, маг будет выходить в спину. На самом деле просветочка, войд и седому поплава. Медлент, ТП, попытка засеевить. Не получилось. Иллидан через релакет, я так понимаю, забрали виспада. Очень много насыпали. Минус лил. БЗЗ здесь на самом деле наносит у ему дэмэдж. Его выбросили нафиг. Прекрасно понимал Иллидан, что он здесь не справится с этим пацаном. Отпивается БЗЗ-флаской. Маг шестого уровня. Вернулись назад. Ну и это первый фраг от команды Virtus Pro Polar. Да, потеряли визажа, но я думаю, что ФБ забрать гораздо важнее. Причем досталось оно, если не ошибаюсь, тиннику. Что очень-очень важно. Ну, так поинт-бустер уже практически в кармане есть. Пошел батл-транс от роля. Фуабас! Гоат! Соло-кил! Соло-кил! Троля! Медле! Неаккуратно очень сыграл фуабас. Не знаю, чего не было арбы или шифта. В любом случае, Гот его здесь переиграл довольно-таки сильно. Клитан! Да, сформил паучков. Форма, но вообще все, что можно. Летит здесь Point Booster. По майне и ПХП вырос тинник. Ставится пауза. Что-то случилось, Юлидана. Лагает, говорит. На Фобосу еще до Даггера очень долго. Что смотрим. Маг вернулся на лейн, на Экспинг. Есть урна, сапог, дасты, которые пока не реализованы. Но здесь пучки залилом. Спалили огромное количество стаков. Их надо уже фармить тогда. Тинни пусть безагонимо, но забирать это надо. Иначе непонятно, что с ними произойдет. Ну, пошел Летан. Засыпает. Пинок. И под виспом, я думаю, как-то справится. Гонят мага. Будет ли под сейф-тп, есть кириллокейт у БЗЗ. Сейчас будет небольшие проблемы. Отличный подкоп по троим, как здорово играет Леон. БЗЗ. Тинни. Засыпает. Рассказ от визажа. БЗЗ пока еще живет по спине. Как мало дэмэджа, но все же его хватает, чтобы вырубить здесь. Брестал БК, тролль. Минус маг. Брестер 1400. Ну, у него табу дэмэдж был в кармане. Пак. Дримпойлом. Забирает Леона. Фобос. С годом. Стычка. Год. Натыкивает по фобосу неплохо. С дабу дэмэджем, конечно, Хоба не хочет драться. Это все объяснимо. Летает Элидан. Совсем чуть остается до Аганима. 3-3 счет. 13-й минуты игры по Нетворцам. 6500. Тинни 4800. Тролль 4700. Бруда 4600. Брестал Бек. Единственный, кто впереди. И очень сильно это Элидан. Потом идут три игрока команды Virtus.pro. Тунайд Сталкерадио не очень ведет Седова. Подкопали без паза. Кинули. Есть ли без пятой? Без пят. Нет. Пошла просветочка. И Седой отсюда не уйдет. Да. Очередной фраг от Тинни. 2000 на руках есть. Остается 1000 до Аганима. Маг в медле. Маг продолжает воровать Экспирин. Здесь БЗЗ пытается подпушить всячески вышку. Атаки много с руки. Релокейт будет через 4 секунды. Есть Релокейт в Миддл. Не получилось никого подцепить. Бантл Транс Атроля. Что за погоня? И спа закинули. Жотм. Получал урн. БЗЗ. Очень много дэмэджа. Войд еще по лицу. Получает БЗЗ. Как же много урона. Фамильяры сейчас совсем скоро встанут. Дотыкнут ли БЗЗ. Закинули на него все-таки. Крипа. Погибает БЗ. Киллинг спри. Правда, в это время погибает БАК. Пытается уйти отсюда. Маг. Маг. Палец по лицу. Ёл. Забирает фингером. 2 в 2 по итогу размен. Совсем великолепно. У него 2 600 на руках. Это 14 минуты. Он совсем скоро может получить себе аганим. Ну и в это время на топе, конечно же, Седой. Ему развязали лапы, как говорится. И он начинает спаркать тавр. Тут же фортификейшн. И здесь дасты. Да, пауков здесь тьма. Они просто грызут тавр. Медленно, но уверенно. Всех больше. Вгрызаются в Лила. Лил просто решил сделать тэпа-аут. Сюда наполняет Висп. Цепанули Седова. Рассказ от Визажа был упал в Крипа, но это неважно, потому что Элитан из Дамин Эйдинг. Гоняет Сутини за паучатами. Очень ему это нравится. Закинул Виспа. Есть Вижен. Элитан будет засыпать сейчас или нет? Нет, не будет засыпать. Засыпу Крипочков. В общем, у Элитана уже летит Аганим. 3-415 минуты. У него все более чем великолепно. Падает вышка в медле. Достается Бристалбэк, у которого Вангвард и совсем... Элитан не покупает Аганим. Элитан покупает Даггер, а нет. Продал, продал Даггер. Смутил меня. Потому что загорелся Даггер, и я лучше удивился. Что, Релокейт? Да, был Релокейт. Попытка подсеять Визажа. Ну что, на топе должна быть стычка. Виск на тизере, живое, пытается догнать его бруда. Будет ли еще плевок? Плевок есть, и у ФНГ большие проблемы. Нет, Седой до конца не пошел. Седуха. Седой продолжает фармить лица Лиса. Есть Мидос, 1000 на руках. В медле Мак отбегает. Понимает, что году ему здесь сделать ничего не получится. Год уже с Яшей, но это небольшая проблема для Тинника с Аганимом. В 16-й минуте. Смоук, тизер. До Релокейт еще 30 секунд. Тени сейчас должен просто выфармливать лица. Выфармливать Лейны, Лиса. Периодически летать на Релокейте. Подфармливать героев. И у него все будет при этом великолепно. Вид пучка. Видьёла, подкоп. Топал, делай, дел. Ну, правильное решение. Сейчас начнется пуш-товыров. То есть, крипы падут на топе очень быстро. Да, мы видим тени. Разгребает моментально. Дабл дэмэдж. Говорит Бурда. Фарм Эншентов. Брис тут, конечно, забирает их тоже довольно-таки быстро. Помогает тролль. Разобрали. Десятый уровень Бристалбэк. Вот-вот уже будет одиннадцатый. Вангвард. И что-то должно еще лететь. Летит ему Сэнш. А тут мы видим, Валидан. Конечно же, не хочет отпускать возможности протаранить вышку. Вис в рядом, если что. На подсеве пошел фортификация. Вернулся Валидан. И здесь. Тролль. Вы знаете, Валидан, ну и что будет, релакейт его по цеве. Пошел минус арбор. Забирают отсюда. Засыпать еще при этом успел. Подтягивать сюда лил. Вряд ли кто-то еще прилетит. Поэтому Висп уйдет на верную смерть. Да, улетает Висп. И вот разбирают. 7-6 в пользу Virtus Pro Polar. 4 тысячи преимущества по деньгам у обычных Virtus Pro. Тролль, конечно, тут на высоте. Мы видим то, что 8-700. 7-600 у Bristol Backer. 6-900 у Brudy. Вот эта вся проблема в том, что у Virtus Pro Polar играет сейчас очень сильно Тинни. БЗЗ. Пытается уйти. Будет ли слово? Так, кинули. Минус БЗЗ. Странная отдача. Находясь у Т2 врага. Зная то, что там довольно-таки много слоу и контроля. Мега киллстрик уже у Тинни. Разобрали паучков. Да, очень много денег сейчас упало в копилку. И пока, и Тинни. Ну, Тинни собирает себе потихонечку керасу. Так, потихонечку. Плейтмейл уже есть, на гиперстоун вот-вот хватит. Т1 на топе упала. Есть Т1 в медлее. Т1 на ботоме. Совсем скоро Тинни будет разбирать это очень-очень быстро. Пока еще 13 уровень. Это его не максимальный размер, скажем так. Так. Он будет расти. Бурда. Отправляется в Ладбер. Не пошел ворчат. Релокейт. Куда прилетают? Прилетает на ботом. Ёл. Спел дать текст. Или дан. Пак. Ребуэлл по двоим неплохо раскидывает на леона. И в БЗЗ вгрызаются остальные. А там минус с армора Дазла. БЗЗ. Грейт получает сейчас очень много дэмэджи. Будет удавать. Весь погибает. И там прекрасно понимает, что его отсюда никто не увезет. Навесил. Забрали все. И Дан с кишочеком отсюда пытается уйти. Бак. Отпрыгнул. Какого-то не отпущен. Под таким количеством минус армора. В итоге 2 в 3. В пользу. ВП драка. Слово. Или дану. Тут сейчас минус армора. Только сейчас закончился. Подсыпать нечем. Летит под сейв ТП от мага. Ну нет. Я думаю, или дану все же стоит уйти. Тем более денег хватает на гиперстоун. Сольет вестики. Сейчас, наверное, проюзает и продаст их. Нет, продает топорик. Вот он гиперстоун. Драка более удачная, определенно, для Virtus.pro. Хотя там жил Тинник. Тинник. Что-то подзабирал даже там. Так что с появлением керасы. Ну, заход Рошана. Спалили фамильяра все это дело. Клэп от Рошана. Паучки. Рассыпались минус армор, шадоу вейв. Посадили. Кляшки сидят. Рассыпали фамильяров. Я думаю, что не будут пить. Прекрасно понимает, что скорее всего, уже все подошли. Действительно, все подошли. Так. Арбой просветил. Пошел плюс армор. Фокус к Леону. Есть подкил. Подходит Лил. Надо расставаться. Тинник. Подкинул. Гот. Половину здоровья потерял. Через каст. Тут же пошел на него Грейт, но смысла нет. Минус Леон. Сибой. Погибает. Слишком много дэмэджа у Иллидана. Сейчас лучей сделать не может. Стоимки зафокусили. Привок. Подкинули. БЗЗ. БЗЗ. Ветвями по голове лил. Зарядился. Будет ли рассказ? Ну, минус ДЗЗ. Это минус 4 в исполнении Virtus. Pro Polar. И, скорее всего, упадет еще и Рошан. Чуть-чуть совсем не хватает. Это гиперстола или хватает? Не хватает уже. Да. Падает Рошанчик. Fight Recap мы видим. 4200 по XP. 1900 по золоту в Virtus. Pro Polar впереди. Отыграли они графики определенные. Сейчас все после Рошана упадет на 0. По XP уже впереди. Полярные мишки. А ЕГЭС. Да. Иллидана. Летит Кираса. Маг с Мидасом. С коин бустером. Огонимчик будет собирать. Фобос Даггер и пытается набрать Юл. Да, год, конечно, очень силен. Собрал себе Сию. 2700 еще на руках после Сен-Джин-Дьяши. Но слишком быстро рассыпаются саппорты. Слишком сильный раскаст. Вот она Кираса. А так спит сейчас просто. Запредельный. Появляется медалька у Визажа. Теперь по таргету определенному дэмэдж будет гораздо больше. Ну или да, но здесь бояться нечего. У него, во-первых, Аегис. Во-вторых, Висп за спиной. Маг. Пучки. Спалили его нахождение. Что, пойдут давить? Давить можно ботом. Потому что на ботоме стоит Т1. Это один очень сладенький для Тиника. Можно идти на нее и выкаблучиваться. Ну что, Фобос. Фобос Юл практически добрал. Остается Свиток в Мидле. Маг. Вот Бриселбека бы забрать еще раз неплохо. Хотя. Релокейт. В Мидл. Будет драка. Запрыгнули на Йола. Йола тут же рассыпали в секунду. Ничего он не успел сделать. Никитий Дизелли. БЗЗ под минус арморов. Тоже рассыпается очень-очень быстро. Это определенно минус вышка. Потому что дефать здесь нечем. Да, нажмут Сратификейшн. Это, наверное, защитит ее на несколько секунд. Ну а потом все. Редан. Году надо делать тэпп. А у нее нет тэппалка. Тэппанули года. Года небольшая проблема. Пытается сблить в ФНГ. Очень много дэмэджа, но получал. Рассыпался здесь висп. Год может с чей подраться хочет. Опивается ботлом. Нет, не будет он здесь ничего делать. На топе в это время паучки и брудмазер забирают крипов. Приходится сюда лететь, чтобы задавить вышку хоть как-то. У вас рассказ. Рассыпал и паучков и крипов вышку засейвили. Да, тролль сейчас показал, что он довольно-таки силен. Рассыпал просто в секунду виспа. Несмотря на то, что был тэни рядом. Зафокусить тэни тролля очень быстро не может. То, что тролль там толстоват. У него сия плюс огарклаб, плюс барабан. И все на выживаемости остается только ПТ. Вот на силу вместо фейзов. И попробую, что ему сделать. 2000 хп и 15 армора. БКП появляется у тролля. Тэни 2900. Есть Яша увеличение мувспидом. Ну, со временем появится Манта Стайл. Совсем скоро это скалообразное чудовище начнет очень быстро расшибать ТВРА. Седой. Ёл. Надо сделать что-то. Фобос. Палец. Фобос. Рассыпался. Ну, Ёлу, конечно, тоже забрали. И Седого отсюда вряд ли отпустят. Потому что его просветили или нет. Нет, его не просветили. А что, не было до стов? Да, не было до стов. Странный ганг бруды. Ну, Седой просто убегает. Демок пока нет. Совсем скоро появится Аганим. На ботами снова. Гот на троллей бесчинствует. Да, 10-секундный БКП. Бояться нечего. Мак. 900. Ну, или там идет к вышечке. Что у Лила? Металька тысяча в руках. Да, я не еще очень много. Бах-бах. Да, крипы, конечно, ссыпают очень быстро. Попробуйте ли там потопить вышку, и у него получилось. Полтавра уже нет. Надо нажимать фортификацион и лететь. Бемать. Потролль играет в визажах. Сюда же релокейт был, но смысл? А, нет, отменили. Минус Йоу. Наверное, минус Йоу. И сипнут кого-то. Нет, виз пятыми добирают. Еще и вышку упадет, потому что фортификацион потрачен. Да, в спину сейчас заходит Гристо Бек. Здравствуй, Гристо Бекова подкинули. Приземлился. Здесь же бруда. Пошли плевки на... Виз! Санг просто погибает. Не знаю, зачем он это сделал. Попытка цепануть Челедана у него. Аегис не стоит забывать. Гристо Бекова по двоим. Неплохой год. БКБ, ТФКД. Потому что он только сейчас вот сделал стопаут. Седой прожимает БКБ и начинает грызть. Иллидана пропадает. Аегис прямо сейчас у Иллидана. И, соответственно, второй жизнью не будет. Отличный навес. По четверым. И там уже вроде как собрались пасануть. Ну, я думаю, вгрызаться не пойдут сейчас. Полярные. Они вроде как отбились пока. И у них все неплохо. У Тини снова 3200. На Манта Стайл уже хватает. Можно покупать. Совсем скоро, значит, появится Рошан. Не так много времени остается. Ну, а вот продолжает фармить. Сайленс, говорит Пак. Юл, Даггер. Агоним, наконец-то, прилетает к магу. Что у тролляки? 2300 на руках. Я не знаю, что ему стоит собирать. Наверное, я вообще не понимаю, что ему надо собирать. Кирасу, наверное, тоже. То, что тут вроде никому не светит пока. А минус армор пригодится. Теник Добрауман доставил. Есть 17-й. Можно, конечно, сделать релокейт на годы и заставить его нажать БКБ. А что Теник? Теник, и все и так великолепно. Есть ТФ. Собираются подсейвить. Иллидан. Год. Есть слоу. Просветили Иллидана. Пошел минус армор. Подходит сюда БЗЗ. Может еще поплеваться. Начинает плеваться в Иллидана. Пошел Кекс. Бис. На релокейте. Должен как-то сейвить. Да, решил подсейвить на релокейте. Подходит сюда сейчас МАК. Дает очень много Вижена с Аганима. Ну и возвращаются. Начинают давить. Пошел Юл. Дазл надо очень быстро зафокусить. Сайланс. Здесь фамильяры. Минус желтный. И теперь идти давить. 30 секунд нет дазла. Нет грейвов и каких-то подсейвов. Единственное, что нет релокейта. На топ улетается. Рассыпал тени крипов. Паучков, правда, остановить не получится. Но здесь можно подпушить. Хотя без тени драться это такое себе занятие. Поэтому и отходят. Полярные мишки. Гема тут нет. Виспан тоже гема нет. Просветки не имеется. Потом брута здесь в полной безопасности. А Лил потихонечку пытается выформить Радуфатас. БЗЗ. Айберт. Есть. Есть вангвард. Да, мало того, что очень сильное поглощение урона спины, так еще миссы и поглощение урона вангвардам. Ну, Эллидан от пуша полностью топом. Он уже практически подвел его к Т3 оппонента. Вот-вот появится Рашанчик. Радиент смеха. Радиент смеха. Радиент смеха. Радиент смеха. Что 200 урлидара. Начинает пара и Т3. Он тут им он доставил неплохо бьет вышку, подходит на год. Полтавер. Чтобы попытка подцепить Йола будет. Пак готов и что с даггером силу вам ворваться. Жотом. Жот, не гулял. Билл жот. Поворот не туда, это был. Нет, Вижена по-седому. Дабл дэмэдж у Тини это означает, что это 650 атаки. Неплохой вариант подойти и забрать БЗЗ сейчас с дабл дэмэджем. Привет, БЗЗ. Засыпали. Фишка с руки. БЗЗ. Фомидиарчики. Минус БЗЗ. Есть байбэк. Вопрос, будет ли он его делать. Релокейт. Прилетают на Йола. Минус Йол. Бэкдор Протекшн в таких ситуациях не спасает. Тини объясняет, что ученицеры, что они права. И может идти на самом деле дальше. У Тини еще... Ну нет. Время не напала трех ударов. Да, пошел Фортификейшн. Минус Армора Дазла. Тини. Заставили сделать байбэк ритлбэка. Получает он стан. Войд. БЗЗ. Вышка почти упала. Ну, фамильяров, скорее всего, отсыпят. Приходится перевызвать. Появляется Рошан тем временем. Это отличная возможность для полярных мишек его забрать. Радиент Дотон Тауэр is under attack. Ну что, они будут бить? На самом деле, мне кажется, Тинико очень быстро вынесет. Смотрите, Тинико 3600 на руках. Дробную цветок ТП и забрать себя Егис. Ну, либо сделать релаке сейчас на ботом и забрать очень быстро Т2 вышку. Маг уже практически с БКБ. Или давно что-то летит. Летит ему Кристалис. Ну, и тут Идаус остается не так много. Правда, теперь Аиги сделать некуда. Разве что отдавать могу или Фобосу. Да, скопили сейчас ВП возле Рошана. Но драки там пока не состоится. И снова по ТОПу. Ильдан прекрасно понимает, что в файте, если что, он участие принять сможет. Бьют Рошана. Пошел по ТОПу. И надо что-то с этим делать. Рошан погибает мгновенно просто. Просто мгновенно. Там тролляка. Там плевки. И так далее. Ну, Ильдан знает, что нет. Рассыпал крипов. Подкоп. Да, иллюзии рассыпали. Подходит за правовышку. 300 на руках. Улиспав фуловый боттл, Родофатас прилетает к визажу. Ну, и теперь что-то надо думать. Есть ли гем у кого-то? Здесь гема нету. Фобы тоже гема нету. Гоба пытается добрать себе аганим, который появится прямо сейчас практически. Ну, да и Таус не хватает самой малости. Фар Мэншентов. Ну, а маг с БКБ-шечкой. 10-секундный. Да, попробуй остановить здесь Елидана. По нетворцам. Всего лишь на 5000 обходит тролля. Зато на 9000 обходит бруду. Что БЗЗ. Пытается собрать себе БКБ, я так понимаю. Маг тут продолжает медосить крипов. На ботами все еще стоит Т2. Пытается. Пытается скучная ночь. Все что, на время сейчас не останавливает. Поэтому день продолжает идти. Но магничная вторая нить вышку. Медленно. Не как тени, конечно. Но все равно. Мил. Пациент будет Андрей Бойл. Неплохой. Прожимается БКБ. Минус визаж. И сюда просто крызет. Крызет все, что можно. Вот на 6 секунд отправляется в стан. Как же много дэмэджа ему наваливают. Надо вешать грейп. ФНГ. ФНГ могут зафокусить. ПЗЗ. Пооткинули. Иллидан. Фиксили. Там выходит из хиксами. ПЗЗ. ПЗЗ под плюс армором. Никого догнать не может. На финале есть мага. БКБ его никак не спасло. Визг, конечно, живой. Идут гризки Иллидана. Сейчас ПЗЗ его просто заплюет. Иллидан. Большие проблемы. Откинулся здесь. Забирают его на релокейте. Гот. Идут выход. Пошел фортификацион. Понятное дело, что сюда сейчас вернутся. Вернутся фуловые. Здесь же должен быть пак. Пак рядом. Пак с даггером. Готовь ворваться по целам. Сайланс. БЗ за Саидисом. Убивать надо края. Релокейт и нет. 40 секунд еще. Плюс армор. Не собираются уходить отсюда виртус про. Не спасло мага. БКБ там 10 секунд. Разобрали его с физатаки. Иллидана МКБ. Ого. Решил защититься от тролля. Ну да, тут кучки бруты формят неплохо. Ну что, эллидан. 1400. Вид седого. Не достали совсем чуть-чуть. Но фаттизером сейчас дэмэдж, конечно, будет огромный. Нажимается БКБ. Грейт. Передана грызут. Здесь же Йол. Дримкоил по троим. Фобос. Будет ли запрыгивать? Фобос запрыгивать не стал. Седого спилили. Входит туда тролль. Минус даззл. Ну, Бизерч не лучший таргет, который выбрал Гот. Потому что он слишком много дэмэджа в себя впитывает. И у него тьма армора. БЗЗ также пошел за Лилом. Лил слишком много забрал на себя внимание. Гот. Пытается зафокусить ФНГ. ФНГ. ФНГ в госте. Минус Гот. Ой, БЗЗ. Сбивают. Тэп аут. Вот фамильяром Фобос. Начинает бить просто по спине. Да, мало дэмэджа. Подбегает сюда маг, который даст у ему вижена. Они просто забили. Они забили, и Тинь идет к крушению идол. Байбэк есть у тролля. Его надо делать. Бараки упадут слишком быстро. Липы рассыпались. Пошли бараки. Байбэк от тролля. Байбэк от бруды. Так сходится тролль. Да. Распетляли дело с иллюзиями. Били еще и милишный барак. Рынжовый можно было снести, я думаю. 3000 на руках у Тинь. Рошан появится через 6 минут. Смоук. Доедалус. Доедалус появляется у Тинь. Если крит в файте пройдет, к ломду саппорту или иллюзии, лицо не собрать. Гридингс. Говорит пак. Плейк мэйл. Но эта ошибка будет появляться у Фобоса. Алида, ну все. Некуда паковаться. Теперь только клуб Пайката. Ну, торвала, конечно. Можно вместо ПТ. Такие плюшки залетают. Да, в медле нет вышки. Плотный барак на топе также без Тавара. На ботами Тавар фуловый. Поэтому если будет заход удачный, то это минус все сразу. Вертус Про Полар прекрасно понимает то, что у оппонентов сейчас нет байбеков у ключевых персонажей. Поэтому если провести файт удачно и забрать тролля в бруду, то это вингейм. Потому что БЗЗ дефать не сможет. Закончился тот момент, когда это был кор-герой, которого было невозможно убить практически. Он наносил ему демиджи. Сейчас Иллидан с Дейдаусом с ним расправится без проблем. Есть гемма мага. Дебарвинг и расправились с паучками. Релокейт на ботом. Не получилось подцепить, хотя, если Вижен, нет, Вижен год слишком быстро бежит. Он еще поражал бутерфляй. Отменил его ворота, зато увеличил свой мувспид. Улетает назад тени. Руна дабл дэмиджи сигналит пак. Это как раз для тени. Смоук. Сейчас забирает руну даблы. Плюс 319 атаки. Да, активирует ее перед заходом на хайграунд. Выложил ПТ. Я так понимаю, не у Визпада. Назад ПТ. Вайбери не дабл дэмиджи. Цепляет ПЗЗ. Грейв. Спанули Жотма. БЗЗ оттуда, конечно же, не аркутит. Падает Грейв. 79 секунд без правого байбэка. Жотма тоже не отпускают. Пичка с руки. Нет байбэка у Даззла. Заход на хайграунд. Фортификейшн. Ой-ой-ой-ой-ой. С трех тысячек отлетают бараки просто. Что творит? Да, он просто пошел на Т4. И пошел трон. Трон, который упадет с летили 6 тысяч. За фокусы ФНГ. Пожрал Гост. Билетан. Году. Раз удар, два удар. Закончилось БКБ. Засыпал минус год. И минус брутмазер. ГГ пишет БЗЗ. ГГ пишет Жотом. Поздравляем Virtus.pro. Polar с проходом дальше по нижней сетке. Они молодцы. 2-0. Довольно-таки уверенно отдалили своих оппонентов. Из своей же организации. Да, ну я думаю, что ребята порадуются за своих ребят. Они молодцы. Действительно, сегодня Virtus.pro. Polar переиграли. Причем по всем параметрам. Да, Элидан. 17.09 просто. Количество золота в минуту. 839. Не перестает удивлять Илья. С каждым матчем все время показывают какие-то новые результаты. Очень хороший показатель. 839 золота в минуту. Его можно только поздравить. Что ж.